Девушки отдыхают К счастью, мои рефлексы были достаточно быстрыми, иначе это снова был бы гейм-овер Такое огромное телосложение, безумные убийственные намерения Бесстрашный внешний вид Я сильная, разрушительная сила Я никогда не думал, что встречу здесь гигантского духа Синтяня Ай, похоже, мне придется драться Несмотря на то, что я никогда не учился сражаться как убийца Я все еще могу полагаться на свой многолетний боевой опыт Как на свое единственное оружие Ха, иди ко мне Поскольку я не знаю слабостей врага, я просто использую себя, чтобы сначала заманить его А потом придумаю план Он определенно нападет на меня, и в тот же миг Я увернусь от его атаки Сначала я одолжу твою руку Хе-хе-хе Я все еще самое красивое существо на свете что это ты что и издеваешься нет вот же дерьмо я бы убил вас всех за считанные минуты если бы у меня все еще были мои прежние способности но сейчас я в полной заднице ты признаешь поражение на таком уровне сложности знаешь ты заставил меня понадеяться тысяча шагов а святой иисус такой могущественный он прикончил их всех с махом одной руки да кто черт возьми этот парень у тебя такой благоговейный вид ву как думаешь это молния была довольно мощной хочешь научиться наверху есть бог коронованный императором девятой дивизии при просветленном осознании и наделенный небесной силой он смотрит вниз с горы кун лунь тот кто заставляет землю содрогаться зверь в человеческом обличии похожий на хвостатого лиса посланный с небес лу у ты удивлен как ты думаешь хочешь я буду твоим хозяином я тебя научу его ловкость и рефлексы не слишком плохи и он смог показать такую силу несмотря на то что это был его первый раз здесь похоже у него впереди блестящее будущее а ты сказал что научишь меня тому что только что сделал вот именно тебе просто нужно называть меня мастер и я научу чего называть тебя хозяин хватит мечтать не думай что я не знаю ты здесь только для того чтобы учить меня а потом использовать своих интересах ты знаешь кто я о выпивке больше нет паршивец ты слишком высокомерен тебе лучше прийти в себя пьяный ублюдок напасть на меня вот так это место довольно тихая теперь когда ты стал моим учеником теперь просто нужно делать все что я тебе скажу все будет хорошо иди быстрее солнце садится какого черта ты ты просто стоишь и разговариваешь совсем нет совести почему бы тебе не попробовать нести это посмотрим сможешь ли ты быстро идти ты уже устал разве раньше ты не хотел стать сильнее это просто неотъемлемая часть культивирования мне не нужно стать сильнее мне нужно быть настойчивее да я хочу я хочу снова быть на вершине подумать только ты так хорошо умеешь готовить мясо сопляк о на вкус так вкусно мой акцент снова просочивается наружу эй теперь когда ты наелся и напился досыта разве не собираешься учить меня конечно но после еды мне очень хочется спать вот же отвратительно я ухожу если у тебя есть претензии ко мне то убей меня сейчас я все равно обойдусь без тебя ну тебе решать любом случае если ты полагаешься на свои текущие способности то просто израсходуешь все свои девять жизней на вине ока а какие девять жизни а ты не знал в этом потустороннем мире ты можешь возродиться только девять раз это зависит от тебя хочешь ли ты довериться мне я хочу спать хорошо если ты все еще хочешь последовать за мной лучше бы ты смотрел на огонь перед собой и не позволял ему погаснуть сосредоточься путешествие по самосовершенствование хейтена кажется утомительным выполнение трудовой работы приготовления пищи и теперь он хочет чтобы я смотрел на огонь без всякой причины я чертовски зол черту возьми и все из этого ублюдка лу он ничего не сказал мне об ограничениях на возрождение я даже думал что их вообще нет иди к черту если считать тот единственный раз вчера днем и 6 или 7 раз когда я умер от рук этого паука у меня осталось всего один или два шанса и и я определенно не могу позволить этому пьянице узнать что у меня осталось только одно или два возрождения и еще он определенно подумает что я никогда не смогу пройти испытания и просто откажется от меня если это случится я действительно никогда не смогу выбраться я должен как следует использовать свои оставшиеся шансы для того чтобы выбраться отсюда ну а пока что я позволю тебе командовать мной пора добавь еще дро это был хороший сон а чего это с тобой значит ты решил проснуться я так долго сидел у костра что слеп я действительно больше ничего не могу с этим поделать я собираюсь спать ты даже не поздоровался со своим хозяином ты слишком плохо себя ведешь ты это заслужил у тебя нет времени на отдых я умираю с голоду так что идея приготовь что-нибудь поесть помнишь то место вчера пронеси оттуда и еще что-нибудь чего ты боишься или что если тебе страшно просто скажи мне и не трать мое время нет я не боюсь хватит прекрати преследовать меня ты что просто мусор ты был там так долго и ничего не смог принести вчерашний день был более насыщен событиями ты можешь это сделать или нет я не спал целый день а ты все еще хочешь чтобы я убил этих тварей ты с ума сошел я не просил тебя убивать этих тварей я просто попросил тебя что-нибудь поесть ты даже этого не можешь понять вот же забудь об этом просто иди и приготовь остатки со вчерашнего дня сегодня вечером ты снова будешь наблюдать за огнем и вложи в это все свое сердце как же мне скучно имеет ли хоть какой-то смысл что что я сейчас делаю я действительно жесть как устал да кем ты себя возомнил я не могу пошевелиться говорить я тоже не могу а кем ты себя возомнил съежившись в своем углу как мусор которым ты и являешься смотри внимательно а этот голос бои не такой мусор как ты чего посмотри на себя сейчас а ты не что ты начал падать в отчаяния и неуверенность в себе а я не ты хочешь вернуться на вершину но в то же время тебе страшно это так весело а а сейчас ты просто пустая оболочка пустая оболочка скованная оковами страха раз уж тебе так страшно ты должен просто сдаться а а ну заткнись лишись своих труднодоступных шансов на возрождение лишись своего титула сильнейшего хватит хватит болтать ради твоей былой славы поплатись я я ведь говорю тебе чтобы ты заткнулся нахрен а а а а а а а а а как неловко я не думал что у меня будет сонный паралич блин но по крайней мере это помогло мне прийти в себя без сомнения после того как я перевоплотился мое сердце было наполнено бесконечным страхом смерти и неконтролируемой жаждой мести я смутно думал что смогу решить свои проблемы так как это дело бои но даже несмотря на то что у меня все еще есть воспоминания бои во всех отношениях я больше не бои я больше не могу использовать мышление бои для решения своих проблем убийца пользователь магии который совершенно отличается от того кем я был раньше сосредоточиваясь на скорости силе и атакуя слабой места противника front как мне увеличить свою скорость и мощность одновременно с этим последним шансом который у меня есть скорость взрыв?". сила мощь а подожди разве это не отличный способ тренировать свою силу а может ли это быть что этот пьяный ублюдок заставил меня сделать все это нарочно чтобы тренировать мою силу а затем наблюдать за этим огнем но для чего он нужен не смотри на это свысока есть много вещей которые можно увидеть только с ним божественные глаза правильно как я мог забыть об этом что за фигня как не посмотрю но это просто огонь может я делаю что-то не так сегодня вечером ты снова будешь наблюдать за огнем вложи в это свое сердце в этот раз попробуй закрыть глаза что что это я закрыл глаза но все еще вижу слабый свет от огня и он становится все более четким настолько что даже могу увидеть танец огненных языков теперь это не просто огонь я могу ощутить все что меня окружает о неплохо полагаю последние дни не прошли даром но не думал что это мальчишка поймет все так быстро хозяина теперь я готов могу начать тренироваться в любое время просто назову его хозяином несколько раз чтобы подлизаться и он сам захочет помочь мне точно хозяин должно быть ты голоден давай я приготовлю завтрак о скольких а топор ты стал так листить мясо еще что с тех пор она прогнила вот оно как но хозяин вы все еще не научили меня сражаться так что я не смогу сразить тех существ а раз я не могу их сразить то не могу приготовить что-то такое же вкусное как и ранее бессовестный мальчишка но та техника удара молнии выглядит довольно неплохо хочешь изучить ее как наивно сначала попробуй уловить это а потом уже говори один шаг удар молния а как ты это сделал на самом деле это очень легко слушай внимательно если хочешь изучить проливные волны то все что тебе нужно так это найти и нацелиться на слабость противника а после атаковать из всех сил просто верно его слабость ну например вы люди зависите от работы сердца у всех есть свое сердце сердце духов потустороннего мира это то что вы называете темной бездной это основа их способностей но в то же время смертельная слабость раз уж я обучил тебя всему остальное зависит только от тебя понятно ай ты слишком на меня давишь ну что ж приступим специальные тренировки начинаются два дня спустя его атаки стали заметно слабее по сравнению с прошлым разом надо просто дождаться момента и одолеть его одним ударом сейчас один шаг проливные волны ай чёрт я не смог уложить его одним ударом а мастер ты уже упустил идеальный момент для атаки если не сможешь убить его одним ударом то тем кто умрёт будешь именно ты когда у него появится шанс напасть сделай тысячу отжиманий сто пробежек и ещё сто подходов так точно я должен быть быстрее точнее ведь я хочу стать сильнее неделю спустя мастер я закончил тренировку что делать дальше оооо по похоже пришло время последнего испытания последнего испытания у меня всё отлично думаю я смогу выбраться сегодня но до испытания сначала тебе стоит стать чуть более презентабельным мастер где ты взял эту одежду от нее жутко несет не стоит благодарить это просто небольшой подарок от меня я обучил тебя всему что тебе надо знать поскольку мы подходим к концу и мне правда больше нечего дать тебе а мастер ты если окажешься в беде убедись что у тебя будет хотя бы лицо перед смертью хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе то доста�ё так в